Доброе утро, коллеги, доброе утро, телезрители. Сегодня у нас в студии координатор акции «Бессмертный полк» в Евпатории Светлана Федоровна. Светлана, доброе утро, спасибо, что пришли к нам в студию. А как в этом году состоится акция? Что будет? Что будет, может быть, нового? Ну, акция пройдет 9 мая, как обычно, это уже традиционная акция. И, конечно же, мы всегда каждый год планируем какие-то фишечки, о которых мы не говорим, потому что это, как правило, всегда происходит на площади. Либо это какая-то торжественная минута молчания, либо это запуск воздушных шаров, либо это, может быть, закончится шествие, может быть, венским вальсом, когда вот на фоне музыки такой наши ребята молодые пригласят танцевать ветеранов, и вся площадь заполнится танцующими людьми. Каждый год мы придумываем какие-то такие интересные вещи, но традиционно это человеческое море, море людей, которые вывели своих героев на парад. Всех тех людей, кто не дожил до этого дня, до Дня Победы 2020 года. Откуда начнется шествие, по каким улицам оно пройдет и где закончится? Традиционно мы проводим сбор и построение возле стелы, посвященной евпитарицам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на проспекте Ленина. Идем по проспекту, возле гостиницы Украина к нам присоединяются все те пожилые люди, кто не сможет пройти весь путь. И закончится шествие, пройдя через площадь, закончится оно у Ильинского храма, где православные смогут отслужить молебен по погибшим. Ну а в этом году сколько ожидается участников? У нас начали наш бессмертный пулс со 150 человек, а сейчас у нас более 15 тысяч. Это только тех людей, кто прошел через наш штаб. Но ведь вы понимаете, что очень многие сделали штендара и портреты самостоятельно. И они присоединяются к шествию просто от того, когда люди идут уже по проспекту Ленина, они присоединяются самостоятельно. То есть эти люди у нас не заполняли анкеты, они самостоятельно внесли фамилии своих героев на сайт бессмертного полка. Я не считаю этих людей, но судя по тому, как это делают обычно МЧС, да, и вот наши службы, которые обеспечивают порядок, правопорядок во время проведения шествия, Как правило, это не менее 15 тысяч человек. Для нашего города с населением около 130 тысяч, вы понимаете, да, это достаточно большое количество людей. Я могу сказать, что это, наверное, самая массовая акция в нашем городе, которая проходит ежегодно. Ну а смысл все-таки бессмертного полка, он ведь единый, сохранить память о погибших. Смысл акции «Бессмертный полк» — это познание истории своего государства через историю своей семьи. А есть какие-то такие случаи, когда, ну, например, внуки и правнуки не знали историю, а потом так получалось, что или они узнавали, или вот... Очень часто, вот у нас очень много анкет, где, вот когда мы начинали только эту акцию, у нас очень много анкет пустых таких, где человек пишет фамилию, имя, отчество своего прадеда, в конце пишет «это мой прадед». Я, к сожалению, когда он был жив, ничего не спрашивала его о войне, но я его люблю и знаю, что он мой герой. И потом эти люди приходят и берут свою анкету, и эта анкета заполняется, потому что человек, молодой человек или девушка, заходя вот в какие-то соцсети, находя историю в архивах своей семьи, своего героя, они не хотят, чтобы эта анкета у нас была пустая. Они хотят, они уже пишут целые рассказы о своем герое, то есть они находят боевой путь. Вот из последнего к нам пришла женщина с парнем, ну, лет 15 ему было. Он просто составил маме компанию. И когда мы нашли историю его прадеда, он такой, да, героически у меня был дедуля. И потом, когда через две недели он пришел за готовым штендером, он так забрал его, спасибо, спасибо, и мнется. Я говорю, что ты мнешься, что ты хотел? Да вот я вам хотел показать кое-что. И он раскрывает свой смартфон и показывает карту Европы, и там он отметил по медалям своего прадеда боевой путь своего предка. Ну, это здорово, на самом деле, когда узнают историю. Это здорово, потому что, да, потому что ребенок, который пришел к нам абсолютно, ну, просто за компанию с мамой, да, и вдруг он раскопал целый пласт истории своей семьи. Все, спасибо вам большое, Светлана, спасибо, что пришли этим утром к нам в студию. Коллеги, а я передаю вам слово. Продолжение следует...